и рис этот цветок богини ириды и рису посвящены легенды многих стран и в них воздается должное его прекрасным цветкам расцветка которых отражает собой все цвета радуги свое название рис получил из рук знаменитого целителя гиппократа который дал имя растения в честь древнегреческой богини ириды проразглашающий людям волю олимпийских богов богини ирида сходила по радуге на землю поэтому слова и рис в переводе с греческого означает радуга по легенде первый рис рассел несколько миллионов лет назад и был так прекрасен что полюбоваться им пришли не только звери птицы и насекомые но и вода и ветер которые затем разнесли созревшие семена по всей земле когда семена проросли и расцвели и рис стал одним из любимых растений человека вот еще одна легенда об рисах однажды радуга прежде чем исчезнуть рассыпалась на части чудесные осколки радуги упали на землю и проросли очаровательные цветы рассыпалась радуга на мелкие осколки вот и зацвели и рис и другая легенда рассказывает когда титан прометей похитил на олимпе небесный огонь и подарил его людям на земле вспыхнула дивным семицветием радуга так велика была радость его живого на свете уже и закат отгорел и день угас и солнце ушло а радуга по-прежнему светилась над миром дарил людям надежду она не гасла до самого рассвета и когда утром снова вернулась на свое место солнце там где горела и переливалась красками волшебная радуга расцвели и рис согласно поморской легенде и рисы проросли из слез рыбачки которая часто оплакивала разлуки с мужем цветы и риса известны человеку с древнейших времен на острове крит на на фреске которая находилась на стене кнотского дворца изображен жрец окруженный цветущими рисами этой фреске около четырех тысяч лет цветки риса запечатлены в камни восточных и римских галерей и балюстрат в средние века они росли в садах замков и монастырей откуда перенеслись сады гаража арабы еще в глубокой древности высаживали на могилах дикий рис белыми цветами а в древнем египте его разводили еще в 16 и в 15 веках до нашей эры и он был там символом красноречия в аравии наоборот и рис был символом молчания и печали флоренция лишь потому назван римлянами флоренции что вокруг этого этрусского поселения в свое время в изобилии росли ирисы а дословный перевод с латинского на русский флоренция означает цветущие с тех пор и рис флорентийский украшает городской герб флоренции а а а Субтитры создавал DimaTorzok